Всем доброго времени суток! Перед просмотром данного видео рекомендуется ознакомиться с обзором на предыдущую игру серии, ссылка в описании. Brave Land Wizard 2 история, или как тут принято называть, вторая книга из трех, рассказывающая о приключениях героев в фэнтези мире. Сразу могу сказать, что каких-то кардинальных изменений во второй игре нет, а лишь косметические. Призванные несколько улучшить геймплей, чтобы игравшим в предыдущую часть не было скучно и однообразно. На этот раз под наше руководство попадет не воин, а девушка маг, что заканчивает обучение в магической академии и должна пройти последнее испытание, которое конечно же лишь начало ее приключения. В начале нас опять же отжидает небольшое обучение, в котором помимо основ управления и дабы хоть как-то связать первую и вторую историю, упомянут о неком воине, что из простого крестьянина вырос до героя, победив великого волшебника. После чего опять же отпустят изучать мир, и несмотря на новые места, построенный по той же схеме, что и в первой книге. А именно имеющий вид развернутого пергамента, на котором расположилось множество точек, играющих роль мест, где нас ждут враги, магазины, места силы или другие объекты. Поэтому, чтобы не повторяться, все лишнее уберем, а рассмотрим лишь новинки. Ну а раз я уже упомянул о дороге, то с нее и начнем. Итак, во время приключений временами нам предоставят какой-то выбор, что на сам сюжет не повлияет, просто или позволит выбрать с кем драться, или получить артефакт. А то и небольшое, как я люблю говорить, ауканье в будущем, правда тут это мелочь, и как-то на прохождение не сильно влияет. Во-вторых, можно отыскать пещеры, в которых обитают всякие монстры, с которыми надлежит драться. Правда, сразу всю пещеру зачистить нельзя, изволь сюда возвращаться после каждого боя на поверхности. Да и чего-то крутого там мы не найдем, но лишний опыт и золото не помешают. Ну и в-третьих, сама карта стала немного более разветвленная, правда от главной цели все равно надолго уйти не получится. Далее переходим к герою, точнее героине, что в отличие от воина, умеет несколько больше, чем просто вдохновлять бойцов и временами помогать им в битве. А все из-за появившейся у нее ветки талантов. Где получая очередной уровень, мы помимо лидерства получаем несколько баллов на покупку какого-то умения. Причем само древо по мере прохождения растет, а данные умения могут и усилить нашу армию, и выдать новые заклинания, и усилить эффект старых, а то и дадут какую-то способность, вроде позволят после битвы получать больше золота. Естественно, изменилась наша армия, и на место крестьян и рыцарей пришли другие бойцы со своими умениями и способностями, что немного изменит тактику в сражениях. Однако сложнее от этого игра не стала, может быть чуть длиннее, но только из-за чуть большего числа точек приключений и упомянутых пещер. Еще один довольно неплохой проходничок на пару вечеров, из-за небольшого времени для прохождения просто не успевает надоесть. Хотя разработчики могли бы расширить список новшеств. Все-таки тут их не так уж и много, но впереди нас ждет еще одна книга, которая будоражит свободой и морскими приключениями, ведь в главных ролях выступает капитан корабля, но об этом в следующий раз. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok